Всем доброго дня! И вот решил сделать новое видео Сколько золота в компьютере Так как такой информации нет на ютубе Думаю для некоторых это будет полезной информацией Ну что же, приступим Для начала разбираем компьютер Снимаем все золото содержащие радиодетали 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, дальше я все разобрал. Действовал по старому методу, как в одном из своих видео о финаж золота золота из компьютера. Вот что у меня получилось. Все золото содержащие контакты и детали в одном месте, в лабораторном стакане. Контроллеры, транзисторы и другие детали убираем на доработку к ступку, а потом и сюда же. Концентрация золота в них не слишком большая, но все же есть. И я добавлю от себя, лучше их потолочь. Не обжигать, иначе замучаетесь потом фильтровать раствор. Особенно если контроллеров много. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, долго времени это не занимает, и вот что у меня получилось. А теперь все пересыпаем сюда. Все, что содержало золото в компьютере здесь, осталось это растворить. Субтитры сделал DimaTorzok Растворять будем на этот раз не в царской водке, что проще и быстрее. А для экстрима интереса зрителей, вы электролите с аммиачной селитрой и добавлением пищевой соли. Я гарантирую, что все, что там есть, растворится. И золото тоже. Первое, я налил электролит больше половины бутылки. Воды добавлять не стал. Концентрация электролита подходит. Следующее, я добавил столовую ложку соли. И последнее, только одну ложку аммиачной селитры, чтобы реакция протекала умеренно. Все помешал и поставил на плитку. Через минут 20 реакция началась. Начали выделяться бурые пары, диоксида азота, как вы можете наблюдать. Через 15 минут, как реакция началась, я добавил еще одну ложку аммиачной селитры. Итак, я это делал через каждые 15-20 минут, больше 10 раз. Добавлял только селитру. Через 1 час раствор начал вспениваться, и реакция медленно угасать. Тогда я долил электролита. В итоге, за весь процесс электролит ушел весь, и даже немного со следующей бутылки. Также, где-то через полтора часа, я добавил еще одну ложку соли, и в самом конце, за 20 минут до прекращения. Весь процесс занял почти 4 часа, но в конце концов все растворилось, и я снял полученную кашу таблицы Менделеева с плитки. Белый осадок хлорид серебра, который растворяется в растворе аммиака. Итак, раствор полностью остыл. Фильтруем через обычную бумагу. Через нее лучше всех. Если кому нужно серебро, белый осадок останется на промывочном фильтре. Поэтому, решайте сами, на ваше усмотрение, выкидывать промытый водой осадок или нет. Для этого видео я решил продемонстрировать его извлечение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Золото, содержащий раствор, тест хлорным оловом я не делал. Но я знаю, что золото в нем есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день получен раствор после промытки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Концентрация этого зеленого раствора оказалась достаточно плотной. Выпал такого же цвета купорос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А этот раствор нужно отфильтровать. От белой ненужной мути. Это не хлорид серебра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если кому нужно серебро, пересыпаем промытый осадок в посуду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мой нутный раствор фильтровался, я перелил этот в посуду и поставил на плитку. И купорос бросил туда же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А дальше я решил попробовать восстановить золото металлической мерью. Методом замещения. На чистом золотом растворе пробовал. Там все получилось. Получил чистый крупный осадок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернемся к полученному промытому осадку, в котором содержится хлорид серебра. Белый осадок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Растворяем хлорид серебра нашатырным спиртом. Он же аммиак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Через некоторое время все отфильтровалось. Вот сколько золота, содержащего раствора, получилось. А дальше я кинул медь в раствор и ждал выделения садка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Через 10 минут ничего не наблюдал. Никакого выделения. В течение нескольких часов было то же самое. Ничего не выделялось. Я прекратил процесс и снял зеленый раствор в плитке. Мы вернемся к раствору золотом. А сейчас снова продолжим с серебром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Белый творожистый осадок растворился. Все в одном месте. Осталось подождать и восстановить нитрат серебра медью. Пока осадок фильтруется и промывается, можно бросить кусочек меди. Пусть выделяется серебро. Ну а теперь вернемся к нашему раствору золотом. Пока нитрат серебра фильтруется и выделяется, восстановим наше золото проверенным способом. Пиросульфитом натрия. Выделить золото металлической медью не получилось. Я сожалею. Раствор оказался слишком плотный. А содержание золота очень маленькое. Вне съемок я все сделал. Осталось отфильтровать раствор, и золото задержится на фильтре, как я уже показывал в своих предыдущих видео. Серебро фильтруем так же. Осадок задержится на бумаге. Все серебро выделилось. При этом образовался синий раствор аммиокат меди. Как вы можете наблюдать, мельчайшие частицы серебра отражают цвет. Продолжение следует... Наш осадок золота на дне, продолжаем фильтровать. Это металлическое серебро, светло-сероватого цвета, легко промывается водой. А это темный осадок золота. Конечно, не совсем чистый, потому что это первое восстановление, но я знаю, что это золото. Ненужные остатки меди можно вылить или восстановить обычным металлом, на ваше усмотрение. И, наконец, мы подошли к завершению всей работы. И вот, что мы наблюдаем. Сколько золота и серебра получилось. Были некоторые неудачи. Например, с мерью. Ничего не получилось. А так, в целом, все прошло нормально. Есть и пару плюсов. Например, растворение в электролите с аммиачной селитрой и солью. Как видите, золото растворилось. И серебро тоже. Конечно, основная задача была выделить золото. А серебро просто бонус. Почему бы и нет. Поэтому, если у вас выделился белый творожистый осадок, возможно, это серебро. Видео подходит к концу. Напоследок хочу добавить от тебя. Полученный осадок золота и серебра я попытался сплавить. И ничего не получилось. Того и другого осадка было мало. И они разлетелись вместе с бумагой. А если бы и сплавил золото, то получил крупинку со спичную головку. Не более. Ну ладно. В целом, получилось достаточно нормально. С одного с небольшим компьютера. А на этом конец. Надеюсь, информация была вам полезна. Удачи!